Здравствуйте, с вами Несерович Екатерина и это новости in Poland. Сегодня в выпуске вы увидите, как прошел фестиваль света на городском стадионе, каким образом Врослав борется за климатическую справедливость, лодка через море, как Европа приветствует беженцев и по какой причине в Польше ужесточат проверку страховых полисов. Польские власти решили бороться с нечестными на руки страховыми компаниями, которые продают полисы только для того, чтобы иностранец мог въехать в Польшу. Польские парламентарии готовят изменения в сфере въезда иностранцев в Польшу. В конце сентября поправки, которые уже рассмотрел Сейм, будет рассматривать Сенат. Среди изменений это ведение более жестких требований к страховым компаниям, которые предоставляют услуги по медицинскому страхованию. А для иностранцев, соответственно, необходимость иметь страховой полис, проверенный страховой компанией. Иначе иностранцу просто откажут во въезде в Польшу. Власти планируют обязать страховщиков иметь круглосуточный информационный центр, который бы обслуживал клиентов и принимал от них заявки о наступлении страхового случая. Но это еще не все. Иностранец должен иметь полис от фирмы, зарегистрированной в ЕС. Если фирма будет иметь неевропейскую регистрацию, она будет обязана опубликовать результаты аудита сертифицированным международным агентством, которое должно подтвердить возможность покрытия средств при страховом случае. Кроме того, такая фирма обязана каждые полгода публиковать информацию о количестве собранных взносов от клиентов и размер выплат в данном виде страхования. Информация о проверенных страховых компаниях, которые выполнят все перечисленные требования, будет публиковаться министром иностранных дел на интернет-странице. Вероятнее всего, изменения повлияют и на пограничную службу, которая начнет более подробно проверять страховые полисы иностранцев, въезжающих в Польшу. Фестиваль Света во Вроцлаве – это уникальный спектакль, который объединяет множество визуальных форм в одно долгое волшебное шоу, сопровождаемое чательно подобранной музыкой. Во время мероприятия были использованы 26 лазеров с мощностью лазерного излучения почти 600 Вт, а также 3D-видеомэппинг. Как уверяли организаторы, лазеры в таком количестве и мощности не использовались ни на одном фестивале подобного типа в стране. А стадион Вроцлав – это идеальное место для проекта из-за его архитектурных ценностей. Такой формы фестивала мы стартовали за стадионом вроцлавском по разу первого. Шукали мы какого-то интересного, интересного решения, которое можно было бы использовать в добе пандемии, которое было бы безопасно, не было бы большим скописком людей. А утримать дистанц споучный на стадионе, где можно вызначить креселка, на которых се сида, а на которых не, это очень легко. В связи с этим, большой шакунок до стадиона, что решили вместе с нами на форму так интересного видовища. Но мы также также артистами. И артизм для нас достаточно важный для нас. В связи с тем для нас, как для артистов, очень важная реакция людей после этого события. Как мы все слышали, были овации, были окраски. На данном шоу можно было увидеть единственные в Польше фонтаны, которые горят живым огнем, таких как танцующие огни, стреляющие искры, сценическая пиротехника и эффекты дыма СО2, которые появились в кульминации 30-минутного шоу. Показы состоялись в пятницу, субботу и воскресенье. Входной билет для взрослого стоил 25 злотых, а для детей и подростков до 16 лет оплата выносила 15 злотых. Это было действительно уникальное шоу. Каждый зритель был поражен и переполнен эмоциями от восхищения. Многим зрителям не хватило 30 минут, и они задавались вопросом, почему же так быстро? Но у организаторов был ответ. Они хотят, чтобы люди чувствовали недостаток, чтобы они помнили об этом фестивале и обязательно хотели прийти на следующий выпуск. Поэтому не важно, сколько вам лет, придя на этот фестиваль и увидев это шоу, вы получите такой заряд эмоций, что просто не передать словами. Также в те же выходные на Врославском стадионе прошел ралли футрагов. Это была третья акция «Едим на стадионе». Здесь было 30 ресторанов на колесах, где подавали блюда со всего мира. Вход был бесплатный. Климатический кризис – это величайшая проблема с которой когда-либо сталкивалось человечество. Его симптомы, которые мы видим сейчас, такие как гигантские ливни, смертельные пожары, бури, ураганы и бесконечные засухи, будут только усиливаться. Изменение климата – это проблема, которая затрагивает все на Земле, включая нас, людей. Последствиями климатического кризиса являются не только таяние ледников или массовые вымирания видов, но и человеческие трагедии, которые происходят здесь и сейчас, как в далеких странах, так и рядом – в Польше. В связи с этим 25 сентября во многих городах Польши прошли забастовки в рамках глобальной мобилизации «Пятницы ради будущего». Вроцлав не остался в стороне. В 10 часов на Площади Свободы началась молодежная климатическая забастовка. Протестующие прошли с плакатами по центру города. Их марш закончился на рыночной площади около 11.30. Главные их цели – это привлечь внимание общественности к климатическому кризису. Ведь непредсказуемость погодных условий, повышение уровня моря, которые увеличивают риск природных катастроф, является последствиями изменения климата и имеет глобальный характер и масштабы. На данной акции после марша было время для выступлений. Любой, кто считал, что ему есть что сказать об изменении климата, не стеснялся и высказывал свое мнение. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, около 300 человек участвовали в акции. Конечно, на этом совместная борьба не заканчивается. Впереди планируется еще много разных акций. Море, отделяющий Европейский Союз от Африки и Малой Азии, часто изображается как последняя стена между Европой и миром. По данным ООН, только в 2019 году через Средиземное море в Европу прошли почти 105 тысяч человек. Более тысячи человек погибли при попытке добраться до суши. В эти цифры не включены люди, которые неоднократно пытались попасть в Европу, но были остановлены погодными условиями, пограничниками или просто потерялись в море. В связи с этим во Вроцлаве проходит выставка, посвященная проблемам миграции в Европе с названием «Лодка через море. Как Европа приветствует беженцев». Это история о людях, которые были вынуждены покинуть место жительства и отправиться в опасное путешествие по Европе. Выставка, состоящая из пяти глав, представляет маршрут, по которому беженцы едут в Европу. Эти пять глав включают в себя время до принятия решения о миграции, причины решения отправиться в путь, пересечение границы с Европой по морю и лагерь беженцев на европейской земле. Выставка доступна для посетителей с 27 сентября до 14 октября. Местом проведения выставки является Центр академической культуры и локальных инициатив, ведь это одно из самых важных культурных и социальных мест на карте Вроцлава. Организатором данной выставки является Янина Ахойска. Общественный деятель, соучредитель третьего сектора в Польше, гуманитарный работник. Ее работа в Европарламенте – это продолжение долгосрочной миссии общественных организаций. Также в субботу, 26 сентября, состоялось официальное открытие офиса депутата Янины Ахойской во Вроцлаве, который находится по адресу улица Трамваева 1. Во время этого мероприятия была проведена кураторская экскурсия по выставке, показ фильма «Даже после смерти», сделанный беженцами и участниками школы «Рефокус Медиалабс». Также дебаты, какова ответственность Европы за ситуацию в Средиземноморье. Это были все новости недели. Смотрите нас каждую среду, чтобы быть в курсе актуальных событий. Продолжение следует...